Десна ТВ Десна ТВ Детская музыкальная школа Десногорска гостеприимно распахнула свои двери, встречая всех желающих окунуться в прекрасный мир музыки. Долго готовились, долго ее ждали. 2 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге в детской музыкальной школе искусств состояло знаменательное событие подписания договора о сотрудничестве школ имени Михаила Ивановича Глинки. Десна ТВ выступил инициатором и таким образом сегодня у нас собралось в Десногорске 4 школы. Музыкальная школа города Рославля, Смоленска, Ельни, Санкт-Петербурга, ну и конечно Десногорска. Зал с трудом вместил всех гостей. В роли артистов выступали не только ученики, но и преподаватели. Были представлены сольные номера, интересные творческие дуэты. Учителями была проделана большая работа по выбору репертуара и подготовке этого концерта. Выступления юных артистов и их преподавателей получились яркими, интересными и запоминающимися. Я приехала из Смоленска, я был рад принять участие в этом концерте и мне очень понравилось. Все и десногорцы и гости показали действительно талант. И мы спокойно, вот старшее поколение сегодня будет спокойно, что у нас музыка никогда не иссякнет. Мне понравился концерт и было очень здорово. Прямо мурашки по коже сидишь в зале, когда живые инструменты, живые голоса. Потрясающе. Я очень рада, что к нам приезжают из других городов. Выехать в другой город бывает невозможно и поэтому очень ценно, что к нам приезжают гости, можно посмотреть, послушать и приобщиться. Спасибо большое коллективам детских музыкальных школ и учителям за профессионализм, исполнительское мастерство, которое служит отличным стимулом для приобщения наших детей к миру музыки. Губернатор Алексей Островский провел совещание, на котором обсудил вопрос о создании в регионе новой системы льготного лекарственного обеспечения для граждан. Новая система подразумевает увеличение дополнительных складских помещений, а также дополнительный автотранспорт для перевозки лекарств по области. Ранее проблема была решена благодаря постановлению главы региона выделить на лекарства 140 миллионов рублей из бюджета области. Губернатор отметил, что необходимо окончательно навести порядок, чтобы в будущем перебоев с лекарствами на территории региона не возникало. На следующий год в областном бюджете заложено порядка 320 миллионов рублей на льготные лекарства. Это на 76 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Юная армия – всероссийское военно-патриотическое общественное движение. Вступить в его ряды может любой школьник. Юные патриоты в свободное от учебы время занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование и навыки оказания первой помощи. С ребятами этого движения мы и познакомились на экскурсии в учебно-тренировочном центре. Управление работой атомной станции сродни управлению космическим кораблем. Огромное количество знаний, большой объем информации. Такое же количество нештатных ситуаций, на которые нужно реагировать мгновенно. Для этого каждый человек, работающий на блочном щите управления, проходит подготовку на полномасштабном тренажере. Группа юноармейцев посетила такой тренажер блочного щита управления, где убедилась в безопасности нашего градообразующего предприятия, а также подробнее узнала о процессах производства станции. Своими впечатлениями они поделились с нами. Понравилось сильно. Пульт произвел огромное впечатление. Я смотрел в интернете фотографии, но я не думал, что он такой большой. Я думал, он поменьше, как простая комната. Оказалось, все намного больше. Мне очень понравилось здесь поуправлять как-нибудь. Да, то есть интересно очень было. Такие экскурсии направлены на развитие у школьников мотивации к исследовательской деятельности и позволяют ребятам найти себя в научном сообществе. В школах Смоленской области завершилась работа по созданию материально-технической базы для предоставления услуги электронный дневник. С ее помощью родители смогут оперативно узнать информацию об успеваемости ребенка. Электронный дневник представляет собой онлайн-сервис на региональном портале государственных и муниципальных услуг, где отражается вся информация об успеваемости учащихся. Благодаря этой системе можно узнать текущие оценки ребенка, просмотреть расписание уроков и домашние задания, а также проверить посещаемость. По данным профильного департамента, 50% школ региону уже приступили к работе в онлайн-сервисе. Планируется, что к началу декабря все средние учебные заведения области будут подключены к данной услуге. Накануне ночью в Росгавле произошло смертельное ДТП. Житель Смоленска угнал машину такси, покалечил таксиста и врезался в дерево, скрываясь от гнавшихся за ним полицейских. В пресс-службе УМВД по Смоленской области подтвердили факт смертельного ДТП. Официальные подробности будут опубликованы позже. В Десногорске уже неделю ищут пропавшего рыбака. 52-летний мужчина 25 октября уехал на рыбалку на Десногорское водохранилище и до сих пор не могут его найти. Последний раз его видели около деревни Холмец. С тех пор связь с Юрием Аникеевым оборвалась и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Всех, кто владеет информацией о местонахождении Юрия, просят сообщить по телефону 102. Последние несколько лет в России стал популярен еще один стиль корейских боевых искусств – хапкидо. Десногорск не стал исключением. Чем так интересен этот вид спорта для десногорцев, вы узнаете из нашего сюжета. 29 октября в зале детской спортивной школы прошел третий открытый семинар по хапкидо. Его проводила Российская организация корейских боевых искусств – ассоциация «Хапкидо Сунг Мук Кван». Тема семинара – техника и методика преподавания оригинального хапкидо. Семинары проводятся для популяризации этого вида единоборства, обмена опытом и знаниями представителей различных стилей и направлений, а также для привлечения новых спортсменов в ассоциацию. Проводил семинар президент Российской организации корейских боевых искусств Владимир Коплицов из Смоленска. В хапкидо тренеры практики стремятся привлечь школьников с раннего возраста. Это помогает юным спортсменам защитить себя и своих близких при угрозе и в здоровье со стороны нападающих. Хапкидо является агрессивной самообороной. Мы учим наших детей защищаться, мы учим наших детей боевым навыкам, чтобы они могли бы защитить себя, защитить своих близких. И одновременно она является видом спорта. По хапкидо проводятся чемпионаты Европы, чемпионаты мира и чемпионаты России. На семинаре на практике отрабатывали приемы для страховки, освобождения от захвата, ударную и комбинированной техники хапкидо. Владимир Коплицов лично контролировал отработку приемов и корректировал действия участников семинара. Подольский машиностроительный завод завершил поставку основного оборудования для ледокола «Сибирь». На Балтийские верфи отправились два интегрированных корпуса реактора для реакторной установки «Ритм-200». Последний из них был изготовлен в рекордные сроки. Этот корпус реактора для реакторной установки «Ритм-200» рабочие завода «Зиоподольск», входящего в машиностроительный дивизион «Росатома», окрестили «Быстрым». И дело вовсе не в технических характеристиках последнего, а в сроках его изготовления. Его цикл изготовления, в отличие от первых двух реакторов, меньше на 150 дней. Процесс производства корпуса реактора длится больше двух лет. Многие операции, в частности сварка его основных составных частей, идут в круглосуточном режиме в течение нескольких дней. В таких условиях сокращение сроков изготовления удалось добиться неувеличением количества персонала и трудочасов за счет технических усовершенствований оборудования. Мы изготовили новое кольцевое сверло, сделали его с неперетачиваемыми пластинами твердосплавными, механическое крепление картриджей резцовых, есть радиусные пазы, где мы также применили вместо резца специальную фрезу дисковую, заменили все сверла из быстрающей стали на цельные твердосплавные, что также позволило сократить время на обработку. Эти примеры не единичны. Целый ряд изобретений, сделанных рабочими инженерами предприятия, сейчас находятся в стадии оформления авторских свидетельств и патентов. В целом же машиностроительный завод «Зиоподольск», начинавший производство корпусов реакторов «Ритм-200» практически с нуля, на сегодняшний день является одним из лидеров реакторостроения для корабельной энергетики. Это однозначно можно об этом заявлять, что «Зиоподольск» приобрел полной компетенции, и мы рекомендованы как предприятие-изготовитель подобных типов реакторов. Реакторные установки «Ритм-200» – настоящий сплав уникальных разработок, как в части проектных решений, так и в части производства. Эти самые совершенные на сегодняшний день атомные сердца будут даны трем ледоколам – Арктике, Сибири и Уралу. Благодаря им и корабли станут исключительными, самыми мощными в мире и многофункциональными, способными выполнять задачи, которые совсем недавно возлагались на суда разного класса. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – disnadi-fiz-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова